Джамбульская область Казахстана, которая ранее называлась Джамбульская, а город Джамбул сначала был, потом Джамбул, а сейчас Тарас вообще называется, а область не переименовали, сейчас столица Тарас, но про него я отдельный клип делаю, а область все равно Джамбульская, ну вот в Казахстане все переименовывается. Первоначально город Джамбул был назван вообще в честь казахского поэта Джамбула Джабаева, потом его по казахской, как я понял, орфографии в Джамбул переделали, а потом, короче, в город Тарас в 1997 году Джамбул в Тарас переименовали, вот теперь такая ситуация сложилась. Сама по себе область образована 14 октября 1939 года, ну и где-то вот нарезали три района из Алма-Атинской области и шесть районов из Южно-Казахстанской. Географически равнинная область, на западной части есть, в принципе, хребет Каратау, но в основном одна равнина, климат, ну примерно вот засушливый, резко континентальный, примерно как в других областях Южного Казахстана, которые я уже описывал, как Залардинская там, например, и так далее. Тем не менее, хотя в целом, в общем-то, пустыня, да, или там немножко степь на севере области, достаточно разнообразные флоры и фауны в пустыне, вот сейчас как раз идут у меня клипы еще по растениям, я довольно много пустынных еще растений там рассказываю, ну и естественно на этих пустынных растениях также много животных, особенно птиц, конечно, насекомых, но есть млекопитающие тоже, есть даже охотничьи угодья, то есть там даже охотиться на них можно на пустынных животных. Кроме того, воды в общем-то достаточно, есть крупные водохранилища, в которых есть рыба, толстолобик, карп, сазан, судак, лещ, вобла и так далее. Ну воды, естественно, в реках достаточно, сам по себе климат засушливый, осадки, то есть осадков мало выпадает, но вода есть за счет рек. Так, четыре заказника, заказник урочища Берикара, это заповедник, где довольно много кустарниковых травянистых растений редких. Потом государственный природный заказник урочища Карконыс, тоже в основном ботанический, и там это как раз вот горы, и там сравнительно, значит, так холодно и влажно, да, поэтому есть там плодовые яблони, вишни, алыча, виноград, кленовый лес там есть, что в общем в пустыне довольно все редко, и поэтому это все охраняется, то есть это государственный природный заказник. Дальше есть андосайский государственный природный заказник, и там в основном животные охраняются. Вот там довольно много архары, куланы, джейраны, косули, зайцы, вот все эти степные животные и полупустынные такие. Растения там в основном степные, ковыль, типчак, саксаул, там все такое, куропатки, фазаны есть из птиц в пустыне. Ну, а также есть государственный природный заказник ЖУСАНДАЛА. Что касается населения, немного выросло с советского периода, в конце советского периода около миллиона было, и сейчас миллион двести двадцать тысяч. Этнически все та же динамика, что и во всем Казахстане, да, то есть увеличивается количество титульной национальности, и тут, кстати, в областном центре в основном были русские в советский период, сейчас немножко поменялось, хотя все равно именно в областном центре в Таразе русских довольно много осталось, порядка там четверть населения в Таразе русские, ну, я уже расскажу, когда буду город рассказывать. Что касается области, то вот по схеме видим, что в восемьдесят девятом году в конце советской власти было сорок девять процентов казахов, сейчас семьдесят три процента, то есть сейчас это большинство. Русских было двадцать шесть процентов, и сейчас около десяти процентов, в основном они все в областном центре. Дунгане, довольно тоже значимая национальность, было в русский период около двух процентов, и сейчас около пяти процентов. Немножко выросли, но все равно это меньшинство. Турки тоже там просто обычные, турки, значит, где-то полтора процента, и сейчас три процента. То есть сначала было полтора, и сейчас три процента. Узбеки порядка два-три процента так и составляют, Курды есть около одного процента населения, Азербайджанцы около одного процента, и Киргизы около одного процента, остальные все меньше процента. Экономически развитая достаточно промышленность, которую я буду рассказывать в городе Тарази, потому что в основном она там. Но промышленность в основном сырьевая. Значит, из запасов ископаемых много фосфоритов очень в этой области, Плавиковый шпат, золото, медь, уран, цветные металлы, борит, уголь и так далее. Разведанные месторождения природного газа и довольно много соли. Ну, в пустыне вообще соли довольно много. Культура вся сосредоточена в областном центре. По области возможен туризм. Пустыня там, потом проходил Великий Шелковый путь, там какие-то культурные ценности тоже показать можно. И на территории города Тараза различные довольно старые архитектурные памятники, аж там 10-11 века, средние века. Это все уже примыкало к среднеазиатской культурной области, которая была развита еще там во времена Александра Македонского. То есть там древняя культура реально. Но об этом подробнее уже, когда я буду областной центр рассказывать.